Во всю реформа здравоохранения, то нанимают новых врачей, то увольняют. Вот на ваш взгляд, какая ситуация с здравоохранением у нас в России? Вы пользуетесь поликлиниками, может, ходили к врачам, довольны, недовольны? На мой взгляд, отвратительная ситуация у нас с здравоохранением в России. Еще более-менее терпимая в Москве, в регионах совсем швах. И я думаю, что несмотря на усилия и руководителей Минздрава, и руководителей московских властей, Печатникова, например, ситуация в здравоохранении очень-очень-очень медленно реформируется. Во-первых, это очень консервативная область нашей жизни. Во-вторых, мы все подвержены определенным привычкам. В-третьих, работает экономический фактор, когда частные клиники стараются втюхать пациентам как можно больше услуг платных, которые не нужны им специально, чтобы, так сказать, взять с них больше денег. Все эти тенденции сломать в одночасье очень тяжело. Я думаю, что руководители здравоохранения пытаются это делать, но, к сожалению, повторяю, это такая консервативная, закостенелая область нашей жизни, что реформировать крайне-крайне-крайне тяжело. И, кроме всего прочего, мне кажется, что мы бы должны все объединиться вокруг этой реформы. Для того, чтобы мы вокруг нее объединились, мы должны ее понимать. И тут, наверное, тем, кто проводит реформы, надо рекламировать, что они делают. Зачастую люди же не понимают, что вообще происходит. Они видят, что любая реформа сначала ухудшение идет. Это нормально. И только потом, возможно, будет улучшение. А если учитывать, что сейчас кризис, учитывать какие-то гигантские разросшиеся траты на вооружение, на оборону, на новые ракеты, бомбы и прочее, то в первую очередь режут курицу здравоохранения, культуру, социальную сферу, пенсионные всякие дела, ЖКХ и так далее. Мы попадаем под нож первыми. Наверное, если вернется курс доллара на круги своя, наверное, немножко хватит и для здравоохранения. И тогда, возможно, в это время прекрасно. Мы поживем с вами лучше.